Из поучения святого Иоанна Засаустова Увещание приходить в церковь Когда посмотрю на вашу малочисленность и вижу, что наше стадо уменьшается в каждое собрание, то и скорблю и радуюсь. Радуюсь за вас, которые здесь теперь, скорблю за тех, которых здесь нет. Вы достойны похвал за то, что не стали беспечны и от малочисленности. Они заслуживают порицания за то, что не возбуждаются к усердию и вашей ревностью. Поэтому и называю вас счастливыми и блаженными за то, что вам нисколько не повредила беспечность тех, а тех почитаю жалкими и оплакиваю за то, что им не принесла никакой пользы ваша ревность. Я рад, говорит, быть и в числе последних. Доволен буду и тем, если удостоюсь войти в преддверие. Псалом 83, 11 Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Я рад, говорит, быть и в числе последних. Доволен буду и тем, если удостоюсь войти в преддверие. Почтусь за величайший дар, если меня поставят между последними в доме Бога моего. Общего всех Господа любовь усвояет в себе. Такова же любовь. В доме Божьем любящий желает видеть не только самого любимого, и не только дом его, но и преддверие. И не только преддверие дома, но и самую улицу, и переулок. И если увидит хоть одежду или обувь друга, думает, что перед ним сам друг его. Таковы были пророки. Так как они не видели бестелесного Бога, то взирали на храм и в нем представляли себе присущим самого Бога. Всякое место, всякий дом, будет ли то судилище или сенат или частный дом, в сравнении с Домом Божьим, есть селение грешников. И во хоть и там бывают молитвы и моления, но неизбежно бывают также раздоры и ссоры и брани, и совещания о житейских делах. А этот, Дом Божий, чист от всего этого. Вот почему те места селения грешников, а этот, Дом Божий. И как пристань, защищенная от ветров и волн, дает полную безопасность входящим в нее судам, так и Дом Божий, как бы исторгая, входящих в него из бурь и мирских дел, дает им стоять спокойно и безопасно и слушать Слово Божие. Это место есть школа добродетели, училище любомудрие. Приди не только во время собрания, когда бывает чтение Писания по учении Собор Честных Отцев. Нет, во всякое другое время приди только в преддверие и точишь отложишь житейские заботы. Войди в преддверие, и как бы ветерок какой-нибудь духовный повеет на твою душу. Эта тишина внушает страх и учит любомудрию, возбуждает ум и не дает помнить о настоящем, переносит тебя с земли на небо. Если же так полезно быть здесь и без собрания, то какую пользу получают здесь присутствующие, и какую потерю несут отсутствующие тогда, когда пророки возглашают, когда апостолы благовествуют, когда Христос стоит посреди, когда Отец одобряет происходящее здесь, когда Дух Святой сообщает свою радость. Хотел бы я знать, где теперь уклонившиеся от собрания, что удержало их и отвлекло от этой Святой Трапезы, о чем у них разговор. Впрочем, я хорошо знаю это. Они или разговаривают о вещах непристойных и смешных, или преодолеют житейским заботам, а занятия тем и другим непростительны и заслуживают самого строгого наказания. О первых не нужно и говорить, и доказывать. Но что и те, которые ссылаются перед нами на домашние дела, и говорят, будто неизбежная надобность по этим делам удерживает их, что и эти люди не могут получить прощение, так как призывают сюда только однажды, в неделю, но и в это время не хотят предпочесть духовное земному. Это ясно из Евангелия. Званые на духовное брачное торжество извинялись вот так, вот как. Один купил рабочих валов, другой купил землю, третий женился, однако ж они наказаны. Дела необходимые, но и они неизвинительны, когда призывает Бог, потому что все необходимое для нас ниже Бога. Прежде воздай честь Богу, а потом уже забойся и о прочем. Какой слуга, скажи мне, будет заботиться о своем доме, прежде чем исполнить дела господина? Так не странно ли там, где господство одно имя оказывает такое, почтение и повиновение? А к истинному Владыке, не только нашему, но и горних сил, не имеет и такого уважения, какое оказываем подобным нам рабам. О, если бы вы могли войти в совесть, не приходящих в церковь, тогда ясно увидели бы, сколько у них ран, сколько терний в душе. Как земля, не обрабатываемая руками земледельца, глохнет и зарастает кустарником, так и душа, не пользующаяся духовными наставлениями, произвращает терния и волчь сы страстей. Ибо если мы, каждодневно слушающие пророков и апостолов, едва удерживаем свой гнев, едва обуздываем ярость, едва укращаем похоть, едва извергаем из сердца яд зависти, и постоянно напевая своим страстям стихи из Божественного Писания, едва усмиряем этих зверей, то они, никогда не пользующиеся этим врачевством и не слушающие Божественного Любомудрия, они, какую, скажи мне, могут иметь надежду на спасение? Хотелось бы мне быть в состоянии показать в ваших глазах душу их. Вы увидели бы, как она нечиста, сквернена, расстроена, унижена и безнадежна, как тела, не пользующиеся банию, покрываются множеством пыли и грязи, так и душа, не пользующаяся духовным учением, покрывается великой нечистотой грехов. Церковь есть духовная баня, теплотой Духа Святаго, очищающая всякую нечистоту души. И не только огонь Духа очищает нечистоту, но и самый цвет изменяет. Исайя 1, 18 Тогда придите и рассудим, говорит Господь, «Если будут грехи ваши, как багряная, как снег, убелю». Путь греховная нечистота так крепко вопьется в существо души, что получит уже неизменный цвет, и тогда я могу привести ее в противоположное состояние, потому что довольна моего мановения, и все грехи истребятся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok